Всем привет дорогие друзья и подписчики, а также гости канала. В этом видео я хочу поделиться с вами рецептом приготовления вкусных запеченных тефтелей с картофелем и сыром. Внешне вы сами видите как они красиво выглядят и я уверяю вас, что внутри они тоже очень вкусные. Показываю вам поближе, как они выглядят, то есть снизу получается сама тефтеля, а сверху шапка из картофеля и сыра. Желаю вам приятного просмотра. Для начала приготовления я ставлю вариться на плиту 5 картошек средней величины. Ставлю их вариться в мундире. Варю до тех пор, пока не станет картофель мягким. Пока готовится картофель, я беру 150 грамм листьев белокочанной капусты и нарезаю их мелкой соломкой. Перекладываю обратно в тарелку. Беру глубокую миску, добавляю сюда 500 грамм свиноговяжьего фарша. Вы можете взять просто говяжий, просто свиной или просто куриный, на ваш выбор. Добавляю сюда 200 грамм натертого репчатого лука. Это приблизительно одна крупная луковица. Если вы не хотите натирать его на терке, можете перекрутить вместе с мясом через мясорубку. Сюда добавляю свою нарезанную белокочанную капусту. Добавляю сюда 3 зубчика чеснока, общим весом 5 грамм. Они у меня такие небольшие. Далее добавляю сюда 60 грамм пшеничной муки. 20 грамм нарезанной зелени петрушки. Чайную ложку соли. Треть чайной ложки черного молотого перца. Чайную ложку итальянских трав. Или отдельно добавьте тимьян и тмин. И можно базилик. Наливаю сюда 30 миллилитров растительного масла. И теперь замешиваю фарш. Набиваю теперь сюда 2 куриных яйца. И опять перемешиваю. Далее начинаю я его отбивать. Это нужно для того, чтобы фарш насытился кислородом и хорошо скрепился. Отбив фарш, я беру глубокую посуду для запекания. Смазываю ее растительным маслом. Беру фарш, примерно 100-110 грамм. Формирую в форме такого овала. И кладу в противень. В итоге получилось у меня 8 кефтелей в 2 ряда выложенные. Теперь посередине каждой я делаю углубление. Делаю, так сказать, небольшую лодочку. И теперь убираю в духовку, разогретую до 200 градусов на полчаса. В те времени, пока запекаются мои кефтели, я начинаю разминать уже сварившийся, остывший и очищенный картофель в пюре. Далее натираю сюда 50 грамм российского сыра. Далее добавляю чайную ложку соли без горки и 3 чайной ложки черного молотого перца. Все хорошо перемешиваем. Прошло полчаса и я достаю из духовки свои кефтели. И теперь из картофельного пюре с сыром я беру приблизительно массу по 90 грамм. Катаю сначала в шарик, а потом придаю немного овальную продолговатую форму. Так поступаю со всей массой, разделив ее на 8 частей. И каждую картошку кладу поверх каждой тефтели. Слегка придавливаем. Разложив картофель, далее я беру полторы столовые ложки томатной пасты, а именно 60 грамм. Заливаю ее кипятком и размешиваю. Кипятка у меня 300 миллилитров. Теперь этот томатный соус я равномерно распределяю по всей форме для запекания. Также поливаю поверх картофеля. И теперь сверху посыпаю тертым российским сыром. У меня здесь его общей массой 100 грамм. Теперь отправляю снова в духовку, опять же разогретую при 200 градусах на полчаса. И вот в итоге тефтели с картофелем и сыром готовы. Как вы видите, получилось внешне очень красиво, а главное, получаются они очень вкусные. Благодарю всех, кто посмотрел это видео до конца. Не забудьте поставить лайки, поделиться с друзьями в соцсетях. Если вы новенький, то не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok